Всем привет! В эфире агентство хороших новостей. Раньше ради престижных церемоний награждения звезды тратились на наряды. Сейчас им достаточно оплатить интернет, ведь награждения проходят онлайн. Но организаторы престижной американской музыкальной премии iHeart Radio Music Awards решили обойтись даже без церемоний и объявили победителей в новости на сайте. Ежегодно премия iHeart Radio Music Awards вручается лучшим деятелям музыкальной индустрии. Основной критерий отбора победителей – количество ротаций на американском радио. Но в этом году триумфаторы выходили за наградами не на сцену, а в интернет. Рекорд по числу таких выходов установила Билли Айлиш. У малышки четыре награды, в том числе звание певицы года. При этом в триумфаторше премии ни намека на пафос или на мейкап. Мне так жаль, что все прошло не в реальности, но спасибо. Церр Элтон Джон получил награду в номинации «Тур года». Из-за событий этой весны ему пришлось прервать свое прощальное мировое турне. И, судя по видео, освободившееся время он проводил за чтением книг. «Как только все ограничения снимут, мы закончим наш тур и отблагодарим всех, кто придет к нам на концерт». Канадский певец Шон Мендес установил необычный рекорд. Он был номинирован в семи категориях, но выиграл в одной и то наполовину. За лучший дуэт со своей герлфренд Камилла Кабелла в песне «Сеньорита». Клипом года признано видео кей-поп-группы BTS и американской певицы Холзи «Boy with Love». В первые сутки ролик набрал рекордные 75 миллионов просмотров, а на сегодня он насчитывает почти миллиард просмотров и 18 миллионов лайков фанатов. «Лучшая армия фэнов! Поздравляем! Это награда для вас!» Исполнителем года, по мнению американских радиослушателей, стал рэпер Пост Малоун. В номинации «Лучший поп-альбом» выиграла певица Тейлор Свифт со своей прошлогодней пластинкой «Лавер». Победителями также стали и другие всемирно известные музыканты. Я стал лучшим исполнителем танцевальной музыки. Спасибо вам! Я счастлив, что мои треки так много для вас значат. Эта награда для меня особенно ценна, хотя у меня в этот раз всего лишь одна. Когда мы решили воссоединиться в начале прошлого года, нам было немного страшно, но куда мы без наших фэнов и их поддержки? Интересно, как звездам доставляли эти награды? Курьером? Кстати, о службе доставки. Совсем недавно американка по имени Британи Китч обнаружила в своем почтовом ящике письмо, отправленное 100 лет назад. В нем было поздравление с Хэллоуином 1920 года. Вот это задержка! Зато гольфист, который выложил в сеть видео своего спортивного хобби, куда стремительнее обрел популярность. И вот почему. Гольфист доказал, что проиграть в гольф невозможно, если играешь на замерзшем озере. Во-вторых, удар мячика по льду вызывает не треск, а звуки птиц. Подумаешь, трюк с клюшкой для гольфа. А как насчет волшебства из Хогвартса? Жители Китая засняли в небе парящий замок, как из фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Интернет-пользователи подумали, это фейк, а оказалось, просто мираж. И сами китайские блогеры нашли ему объяснение. Этот природный феномен возникает из-за разницы в температурах воздуха и воды в ближайших водоемах. Так что никакой магии в небе над городом Цзинянь. Чистая физика, которая порой может быть даже очень красивой. В мире спорта кипит жизнь. На Мегуго стартовал плей-офф баскетбольных игр НБА. 16 сильнейших команд по итогам регулярного чемпионата входят в турнир на выбывание, где больше нет ключевого преимущества домашней площадки. И все команды в равных условиях. Медиасервис Мегуго предоставляет уникальную возможность смотреть матчи НБА без спойлеров в любое удобное для вас время и на любом устройстве. Теперь бессонные ночи ради любимой лиги уже в прошлом. Помимо этого Мегуго транслирует самые яркие моменты игр, хайлайты, напряженные моменты на игровой площадке и все, что обычно хочется отмотать и пересмотреть еще раз. В ноябре новый баскетбольный сезон НБА будет эксклюзивно транслироваться в России только на Мегуго. Ну а мы продолжим удивлять вас событиями из мира шоу-бизнеса и сети. Это было агентство хороших новостей. До встречи на BridgeTV. Всем пока!